Шумихинская шахта. Здесь были шахты, потом они закрылись, половина людей уехала, половина осталась. В общем, полгорода заброшено. Припять на Урале. Смотрите дальше. Здравствуйте, бабушки. Расскажите вы, пожалуйста, почему так произошло? Почему полгорода пустует, а полгорода живет? Вот вкратце, что тут многие разные истории говорят, что были шахты, потом вдруг шахты закончились, работа закончилась, начали предлагать какие-то билеты на квартиры в других городах. Кто успел, тот взял и уехал. А вы почему остались? А мы пенсионеры. Вам нормально здесь? Нормально. А так много народу приезжает вот таких любопытных, как я? Не знаю. На ней неслуги было. А я вот когда сюда ехал, я с окраины видел вот горы, горы и вижу, что там пятиэтажки. Это я вот эти видел? Да, мы на горе. А что, когда мы сломали уже, убрали? Не, я вот вижу, там разрушенные стоят. Здравствуйте. Здравствуйте. А это что за штука? Камера, камера снимаю. А что снимаете? Ваш поселок прекрасный. Да он не прекрасный. Почему? Что такое-то? А ты-то местный? Ты местный? Нет. Ты приезжаешь? Это у меня внук. Ну, если бы он жил здесь, он бы, наверное, говорил, что хорошо здесь, да? Ну, сначала поселок хорошего, чистить деревья, транспортировать. Шахтеры нету и работы нету. Работы нету, все разъехались. Что добывали шахтеры-то? Уголь камеры. А где эти шахты именно? А вот, их же закрыли, все уже сломали, коперы, все-все. Лесопильку делали теперь там, в комбинате. То есть, под этими горами был уголь? Да, уголь камеры. А почему закрыли? Нерентабельно стало? Наверное. Невыгодно? Сейчас все виден, это молодое, новое. Ну, а вот так вообще все нормально? Живет здесь, никаких проблем нету? У нас все пока нет. Продукты, все есть? Продукты есть. Нам бочат продукты. В магазины? В магазины. Вот магазин. Нормальный. Пенсию бодят вовремя. Там магазин. Нам старикам что, чистый воздух и спокойно. Ну, здесь это, а как же здесь с водой, кстати? Гора. И вода хорошая. А вода откуда здесь? А вот это провод проведен, с речки. А, с речки, с низов получается, снизу. Усть-ва? Усть-ва. Я ее проезжал. Вот, там валенопорная. Значит, все у вас хорошо. Нам старикам можно жить. Это ваша тоже, да? Нет, это не моя. Спасибо вам. Всего вам хорошего. И вам. Ну, а что ты со мной? Спасибо. Пройдемте по всем улицам, посмотрим, чем же это похоже на Припять. Ну, в общем, вот, есть полностью заброшенные здания, пятиэтажки, их две здесь. Много зданий, как сказали бабушки, уже развалили. Но здесь картина, я думаю, каждому понятная, да? Найти бы вход, просто подниматься. Где, как найдем, если лестницы не снесли, сказали, можно забраться на пятый этаж. Ну, в общем, картина вот здесь в эллиминанте вот такая. Я думаю, лестницы снесли, чтобы молодежь не лазила. Ну, мы не особо молодые, так что можно. Короче, я сейчас заберусь наверх, а дальше выйду на связь, может, там будет видно всю общую картину. О! Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок. В поле каждый колосок. Речка, небо голубое. Это все родина моя. Всех люблю на свете я. Сейчас внимательно на экран. Субтитры сделал DimaTorzok. Редактор субтитров. Субтитры сделал DimaTorzok. Редактор субтитров. Редактор субтитров. 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 Ну, вот, ребята, вам пример. Пятая этажка, в общем, половина заброшена, а в половине живут люди. Семен, а ты говоришь, даже к президенту обращались, да? Да, если отразляется к президенту было, они сказали, что мы, говорит, живем в таком уровне, как будто после бомбежек в нашем поселке. Типа, помоги мне сделать и что? Ну вот, видно, помогли, сделали. В глаза бросается этот ужас. Вон там даже занимаются люди. Здравствуйте, а с вами можно поговорить? В общем, я сейчас с двумя бабушками общался, спрашивал у них, почему такая ситуация здесь сложилась. Сказали, что шахты были здесь у вас, и что они нисколько не жалеют, что они остались. Бросается в глаза мусор, вот мусор и разруха, а так-то все как везде. У вас есть какие-то сложности с проживанием здесь? С водой есть? Просто вот как, например, жить, половина дома? Ну, это уже аварийные, уже все, он стоит уже, его переселять хотят. Хотя, я думаю, если половина не отапливается, то он дом-то приходит в негодность. Да, конечно, там все потом зимой, стены, а все заходили. Ну, где в доме, дядя? Вот, уже топит наших. Ну, это на грани в мемораде уже. Молодежь уезжает. Ну, приезжают только на лето, наверное, так к бабушкам, к дедушкам. Да, это же так, а здесь вообще... Например, у меня трое детей, они у меня все не длили, муж умер. Вот я тут уже, да, сюда перебралась, вот, в край. Вы пенсию приносят? Приносят. Магазины есть, природа здесь хорошая. А много таких, как я, приезжают любопытных? Ну, что, очень. Тоже спрашивали? Да, как-то были, я просто... Спросили, уехали. На самом деле, то же самое везде. Вот сколько городов я не проезжал, пока ехал сюда. Все тут примерно одинаковое. Просто здесь разруха, вот есть. Беремячку, и автобус не ходит. Нанимай машину, да езжай. Вот это-то у нас плохо. А почему перестали уголь добывать? Вы все это последнего не верили, что? Закрыто. Да, у меня муж был газоэлектроспатчик. Кто-то из вашего поселка просто ему задал вопрос, что мы живем в Грекоркозе-бомбежке. А, да, да, мы видели, посмотрите, что делали, кстати. Я удивился, что половина... Да. Зимой вот эта половина вся закурживает. Вот и здесь дома-то разбросаны. Все, они живые. Вот мы еще только живем. Садик закрыли. Чего там? Тупик. Здесь работы-то нет. Где же будут молодые работы? Ладно, мы пенсионеры-то живем уже. ЖКО-то есть, наверное, да, там? Было здесь ЖКО. Да. А откуда вот они? А, шумихи же. Вот это вам. Ладно, поедем мы дальше. До свидания. Всего вам доброго. До свидания. Всего вам доброго. До свидания. Думаю, немного пониже от юбилейного. Та же картина. Ни работ, ни дорог. Полная разруха. Едем дальше. Это Урал, детка. Субтитры сделал DimaTorzok